Кельхайм, Южная Германия. Верхние течения Дунаи удалены от моря почти на 2500 километров. Но я слышал, что именно этот отрезок реки захватил гость из солёных вод. Да, есть поклёвка. О да, кто-то клюёт, клюёт. Эта рыба кажется милой, но, согласно моим данным, она сеет разрушения. Её называют бычок-ругляк. Здесь такие рыбы водиться не должны. Естественная среда обитания бычков — скалы в прибрежных водах Чёрного моря. Интересное расположение анальных плавников, так ему проще цепляться за камни. Чтобы побольше узнать о крошечных захватчиках, я отправляюсь на рыбалку с профессором биологии Юргеном Гайстом. Вам нужны резиновые сапоги, особые перчатки. Эти бычки. Как они сюда попали? С балластной водой судов? В трюмы закачивают воду, а с ней и икру или мальков, а порой и взрослых особей. А когда воду спускают в верхних течениях, бычки оказываются в воде. То есть, чтобы обеспечить стабильность судна, в устье набирают воду. Судно идёт вверх по реке, спускает воду, но это не просто вода. В ней есть ещё много чего. Именно. Очень многие рыбы могут с лёгкостью переместиться из морской воды в речную, но бычки прекрасно чувствуют себя в пресной воде. Сегодня мы ловим рыбу с обоих берегов реки. И начинаем здесь, на совершенно естественном, что большая редкость, берегу. Здесь мы займёмся электрорыбалкой. Ладно. Сеть Юргена, по сути, электрод. С разрядом около 800 вольт. Этого достаточно, чтобы оглушить рыбу в радиусе двух метров. Моя задача — собирать рыб, пока они не очнулись и не уплыли. Вот так, готовы? Да. Набрать мальков — дело нехитрое. Мне не терпится посмотреть, кто нам попался. Очень интересно. Среда обитания здесь естественная, и нам попались только аборигеновые рыбы. Никаких бычков, никаких. Только местные включают у форель. Это малёк. Эта среда крайне важна для размножения аборигеновых видов рыб. Но где же все бычки? У другого берега реки тоже мелко. Разница лишь в том, что этот берег искусственный. Среди этих камней вот места, где они прячутся. Да в точно такой же разряд мы быстро наполняем ведро оглушённой рыбой. Смотрите, они появляются. Да-да. Из-под камней, да? Да. Вопрос таков. Много ли рыб в этом ведре аборигенные? Из всех рыб, пойманных нами здесь, аборигенная особь только одна. Это галавль, да? Да, но бычки уживают их. Здесь бычки любого возраста и размеров. От очень крупных, взрослых особей до мальков. Для них это идеальная среда. Груды камней вдоль берегов не дают реке растекаться. Для аборигенных видов рыб это тесная чужеродная среда. А для бычков – новый дом вдали от Родины. Я видел немало таких берегов. Сколько процентов Дуная ограничено ими? Более 90%? И как это влияет на аборигенные виды? За последние 10-15 лет пищевая цепочка верхних течений Дуная полностью изменилась. Различия поражают. Сотни километров искусственных берегов позволили чужакам прижиться. Более того, бычки поедают икру и мальков аборигенных видов рыб.